ГД исполнилось уже 5 лет, но по словам Блуди Спайка, контент в нашем РКГД становится всё хуже и хуже. В общем, Ютуб по ГД мёртв. Оригинальности здесь уже не остаётся. Оригинальности здесь уже не остаётся. Казалось бы, ГД-контент в Ютубе уже сгнил окончательно. Но не сегодня, так как на просторах Ютуба появился новый проект ГД ТВ. Первое круглосуточное телевидение по ГДшке в мире. Среди программ там есть ГД-радио, прохождение рандомных уровней, вспоминаем лучших ютуберов. И даже прямая линия, где я вместе с оверами и другими обсуждаю новинки в ГД-сфере и просторофлим. Скоро мы с алмозом допилим озвучку зарубежного мульта по ГД. По секрету, если что. Заинтересованы? Тогда ссылочка на канал с круглосуточным вещанием в описании. Всем привет! Знаете, когда я выпустил два экспоуза на Титана, один из них это перезалив экспоуза Оги, то я просто не ожидал такой поддержки от всей адекватной части РК. Много положительных комментариев и просмотров. И по большей части преобладают лайки. Спасибо вам за это. Кстати, Титан потихоньку сливается с удалением комментариев под моим экспоузом и экспоузом Оги. Но ведь интернет все помнит, не так ли? Как оказалось, Максим Хамчук назвал все экспоузы, даже мой и даже экспоуз Оги, говном и бредом. Плюс он пытается отмазаться от ответов на вопросы Оги. Так что, ребята, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, перезалить оригинал экспоуза Оги, ссылка на который, кстати, тоже будет в описании под моим видосом, с пометкой канала Оги, либо же ОГО-1 летсплей, как вам по душе. При этом, укажите, пожалуйста, в описании под вашим перезаливом канал Оги. Все это нужно делать ради того, чтобы Титан понизил свою планку ЧСВ и как можно быстрее ответил на вопросы Оги. Заранее вам спасибо. Ну а с вами Кота, и мы начинаем. Перед началом обзора малолеток, я вам скажу лишь одно, то что я не спиздил идею у Савка, либо же Оги. Идея создать этот видос была гораздо раньше выхода видоса Савка, так что не надо мне это тут писать. Конечно, под нашими экспоузами по большей части писали адекватные комментарии, но вот кто действительно отличились, это малолетние фанаты Титана. Именно они являются слабой стороной Титан Ченнела, по которой мы с вами сегодня и ударим. Есть тот бред, что они пишут под каждым их комментарием, повергает в шок всех адекватов си ЯРК. Шучу. На самом деле эти слова, написанные данными умами с горелыми пуканами после просмотра очередного экспоузинга на Титана, конструктивной критики и смысловой нагрузки не несут. Моя реакция на это всегда вызывает смех и небольшое недоумевание с одного вопроса. Кто же, блять, высрал эту личинку? Поэтому расслабьтесь и не поперхнитесь от стыда и смеха во время просмотра, потому что здесь вы увидите полный трэшак от основной части нашего доблестного РК, а точнее от семилетних спиногрызов. Да, я спиздил эту рубрику у Шевцова, так что нефиг это в комментах писать. Ну да, музыки под колечей не было, что я-то с этим могу поделать? И как бы это странно не звучало, но у меня неадекватов попалось в 100 раз меньше, чем у ОГО-1. Поэтому в основном мне буду брать комментарии с его экспоуза. Всё, закончились с долгим вступлением, переходим к основной части видео. А давайте-ка мы начнём с того типа индивидов, которые думают, что все разоблачения Титана созданы ради хайпа. Ебать. Что хайп и бабло делать с людьми? Ну мало. Понятно, так же как Титан пытается похайпиться на этой хуйне, вы, ютуберы, пытаетесь похайпиться на нём. Хех, ну и что? Что с того? Он псих, это всем понятно. Ты можешь только осуждать других, больше ты ни на что не способен. И вот Титан стал настоящим психом. Конечно же на этом ты решил нахайпиться. Ты настоящий таун ютубер. Ну ты и хайпажор, блядь. Что ты ебасос открыл, долбоёк? Если он хайпит на читерстве, то ты хайпишь на разоблачении. Ты сам малыш, еблан даун. И кстати, иди-ка ты нахуй, ебаный аутист и ДЦПшник. Хайпажор. Блядь, ты хайпишься. Фу. Бе. Г. Для таких людей, если у них ещё мозг не полностью атрофирован, раскрою одну большую тайну. То, что целью большей части всех разоблачений не является хайпануть на популярном имени русского комьюнити. Такого рода видеоролики делаются только для того, чтобы высказать всю правду о данном человеке. В том числе и мой Экспоуз, и Экспоуз Оги. Хайп-то в любом случае произойдёт. Но мы сейчас говорим о цели автора, а не о действии. Кстати, о собственном мнении. Алло, автор, проснись, ты долбоёб. На твоё мнение всем поебать, и в отличие от тебя у него годный контент. Не нравится, не смотри, нахуй ты это видео записываешь. Ты не заслуживаешь этого излишнего внимания. Так если тебе на мнение человека абсолютно поебать, зачем ты тогда смотришь это видео? Противоречиво, однако. Да и где ты видишь годный контент в видосах Максика? Где он разбивает аппаратуру с денег его подписчиков? Где он выставляет себя полным психом и ничебродом? Где он делает свой сраный недоконфэшн? О да, прям настолько годно, что я этим гордым контентом готов брать и обмазываться. Нет. И мы плавно переходим к следующему типу малолетних, которые, видимо, вообще не учились и не знают значение слова школьник в контексте ОГО-1 про Макса, и при этом некоторые из них пытаются доебаться до личности автора. Ты чё, ту-ту? Ему двадцать два. Не, я не школьник, я работаю в достойной работе. Оги, а ты в каком классе учишься? Лучше бы в школу пошёл. Разоблачитель, хер. Ты долбоёб. Ему девятнадцать, и он немшкольник. Что за немшкольник? Что это за слово такое? Хм, может быть не мой школьник? Каким хуем ты его школьником назвал? Максу двадцать два года. А ты его школьником назвал. Рофл. Да ты и так сам школьник. Почему школьник? Школьник это оскорбление. А при чём тут школьник? Ему двадцать два года. Какой школьник? Называть Титана школьником? Да. Школьник это преувеличение. Уму двадцать четыре года. Для таких как вы, я поясню. Хотя вы вряд ли мои слова выслушаете. Вы же будете говорить, что какой Титан охуенный. А ты чумыль позорный. Хотя мне на таких похуй. Оги имел ввиду не реальный возраст вашего Титан Ченнела, а его психологический. Это две разные вещи. Но почему же Оги так его называет? Да потому что по его поведению и попыткам отмазаться от его вопросов, он ведёт себя как третий классник. Именно поэтому Титан Ченнел является школьником. Да-да. Хотя это было бы странно, если его школота приняла бы его не взрослым, а школьником. Даже после первого показа вебки Титана. Ещё, пожалуй, упомяну тех амбицинов, которые писали, что Титан всё доказал в своём последнем видосе. Хотя он доказал только никому неизвестное читерство на Ультрасонике. Ты долбоёк, Титан не врун. Если бы Титан не выложил, что он врун, ты бы что не прошёл. Он лучше играет и не соси у него. Чего, блядь? Зачем ты делаешь разоблачение, если он сам себя разоблачил? Ору. Разоблачение? Да он и сам себя уже разоблачил. Бесполезное видео. Он сам уже признался во всём. И у всех было такое, что поиграл с читами. И тем более на кону был его канал. Почему разоблачать, если он сам себя не разоблачил? Вот вам, дорогим Аутен, Титан записал видео, где он рассказал только об одном своём грехе. Хотя у него на счету в разы больше. И вы только из одного момента готовы его прощать? Что с вами не так? А не, вам же этого понять не дано. Ладно, ладно, хорошо. Давайте-ка пропустим эту тему, хули. А следующий вид данных малолеток, это те, которые готовы понять его и простить его за всё. Даже если он же наёбывал свою аудиторию. Оги, иди нахер, ты понимаешь, как человеку плохо? Ты что, его хочешь довести до? Поставь, пожалуйста, себя на его место. Да, ты сказал, я же не тупой, я не буду этого делать. Но ты доводишь человека до плохого случая. Это бы не псирай его-его. О, и да, ты скажешь, о, школьник какой-то, который заступается за эту психо-ха-ха-ха-ха. Но я тебе скажу вот, что мне пофиг, я должен заступиться. Хоть и этот комментарий не принесёт ничего хорошего, но надеюсь, в твоей душе появится чуть-чуть жалости над ним. Вы всегда знаете, что Титан был хорошим ютубером, но сейчас Титан не сильно хорош. Посмотрите, ему сейчас нужна поддержка, и надо сказать ему, что остановить хоть на пять дней. И надо попытаться вместо того, чтобы говорить, что Титан говно, что Титан дебил. Нет, это не так, вы сами неправильно поступаете. И ему обидно. Вот поставьте себя на его место. Куча людей вас обсирает, ненавидит и жалуется. И что, какие ваши действия? А, а, давайте скажите. Вы же так с ума сойдёте из-за обсирания и ненависти. Будьте добры к нему. И попробуйте проявить уважение. И тогда может всё измениться. Блядь, ты долбоёб или чё? Он, блядь, уже сознался во всём. Нахуй ты его обзасираешь? Как будто никто не знает, что у него психические проблемы. Сука, я просто с тебя хуеваю. Ты настолько конченый. Ты его нещий оброд. Тебя это не должно ебать. Не говори так про Титана. У него не было выбора. Так что вы все, наоборот, поддерживаете Титана. Тогда у него всё получится. Я ставлю дизлайк. Если честно, я вот конкретно логики не могу понять в их рассуждениях. Вот представим себе типичную ситуацию. Есть на свете такой человек. Ну, назовём его, допустим, Ярослав. И этот сука Ярик раньше был нормальным человеком. Всем помогал. Там бабушку переводил через дорогу. И много короче добрых дел делал. Но в один день этот же сука Ярик стал противоположным человеком. Он обворовал несколько банков. Спиздил несколько кошельков и банковских карт у своих же родителей. И за всем этим наблюдал один близкий. И при этом же он вспоминает все его добрые дела. И вот на месте этого близкого человека вы бы просили Ярослава? Естественно, нет. Вот та же ситуация и с Титаном. Люди, ну не будьте вы такими наивными. А вот ещё одна группа людей, которая пиздит всем, что Оги завидуют популярностью Титана. Эм, ты ебанашка. Короче, я просто скажу, что ты пидорас и просто завидуешь ему. Ты просто ему завидуешь, что у него 150к, а у тебя только 7к. Единственное, что мне хочется сказать. Да, возможно, всё, что ты говоришь, правда. Но люди всё равно с ним. А ты попросту завидуешь ему так, как у тебя малолетняя аудитория. И это доказывает то, что под видео уже 700 дизлайков. Люди могут ему верить, а не тебе. Может, ты просто хочешь заглушить его как конкурента? Чтобы ты о нём не говорил, люди всё равно с ним и верят ему. А вот твоё заключение полностью подходит тебе. Конечно, Блудиспайк когда-то говорил, что он Арселана не завидует. И да и тем более, на его популярность ему похуй. Но я отвечу теми же словами. Ну и от лица Оги, естественно. Такого рода комментарии должны стоять в разряде, когда не до чего доебаться. Некст сорт ващей is about то, как они неадекватно и вульгарно относятся к экспозерам Титана. С попутными вопросами о том, что хули он доебался до него. Блин, походу только и может что критиковать других и завидовать им же. Это его дело, что делать на своём канале. Он имеет на это право. А твои действия в этом видео разнообразны тому, что какой-то человек, пока ты в своей квартире в туалете срёшь мимо унитаза, узнает об этом и начинает тебя поносить. Потому что я не знаю, зачем ты создал это видео. Может даже для того же хайпа. Но глупо смотришься в этом видосе только ты. Может хватит смотреть на другие каналы? И в своём глазу бревно найдёшь. Ну чё-то Титану пристало отстать. Дис! Писос, чё прям сейчас попёрли, когда у Титаны без вас жопа? Заебись. И с детства, долбоёб, вот скажи, нахуя ты его хуесосишь, когда он и так в подавленном состоянии сейчас. Отброс ебаный. А ты не лучше, нихера не делаешь, а критикуешь всех, гандон. Нахер иди. Ахахахахахахах. Да он с 7к подписчиков выёбывается на того, у кого 100к. Сначала 10к собери, школьник. Ты охуел? Какого хуя ты напал на Титана? Ты хотя бы один из этих уровней прошёл. Тебя не должно волновать, как он зарабатывает подписчиков. Но в Терсонике он сливался на 90-97% без щитов. Потом он их использовал. Что такого в том, что последние 3% он прошёл щитами? Нахуя ей то делать? Ты вмешиваешься туда, куда не надо. Боже, какой ты тупой хуисус. Нахуя ты на него пиздишь. У человека проблемы, сука, ты такой ущерб. Оги, ты пидор. Не лезь к нему, сам разберётся. К этим комментаторам у меня есть только один вопрос. А схуя ли мы не можем высказывать своё мнение о каком-либо человеке? Если вы здесь все такие умные, то нахуя вы пришли на разоблачение Титана, а? Пиздуйте смотреть на то, как ваш кумир ведёт себя как недоделанный Ди Каприо с нулевым умом и вследопсихикой на сотку. Ну а теперь мы с вами точно поржём. Встречайте, самая конченная из всех конченных группа фанатиков Титана, которая готова за него заступиться горой и обматерить негодяев Ютуба. Она готова на всё, чтобы вырезать в жопу Макса дочисто. Именно она не смотрит до конца и внимательно все экспоузеры от своего же кумира. И начинают бессмысленно критиковать экспоузеров. Сука, заебали Титана-характерицы. Сам потом разберётся, я тоже поддержу Титан, он топ, а вы все хуй на хуе. Заебали. И называется она Защитники Титан Ченнел. Столько мата, нелепых угроз и оскорблений вы больше нигде не увидите. Я вам это отвечаю. У тебя нет доказательства пропаганды против Титана, тебе дисс. Я за Титана, кто тоже пишите ответы под этим комментом. Ты вообще говно, а Титанчик просто прелик. Петух ты тупой! Дизлайка отписка, чтоб ты сдох, Титан лучше, а ты дебил уродливый. Может ты сам уйдёшь, прости, но ты, ммм, прости. Иди нахуй, Титан топ! Сучка! Гад, придурок, о-о-гид. Он не школьник, да, он, да иди ты в жопу, мразь. Титан тоже хороший. Иди нахуй, пидор! Пошёл нахуй! Сука, кусок говна твой канал! Иди на, долбак! Да пошёл ты нахуй, я люблю Титана! Идаун чего, сука? Да блядь, ты вообще конченый! Но вообще, в твоих словах есть правда. У этого чела, похоже, пиполярочка. Лох ебаный, понял, школьник пидор пошёл с ютуба. Дизлайк, отписка, пиписка за Титана. Хуйцос твоих спос, говно собаки. И нет, не пишите, что я с вами просто такой. И просто я буду защищать Титана. За тихуй, чему ебаный, за Титана ответишь! Ты пидорас, который лизит пизду своей мамке, так что не отвлекайся от дела. Мамку свою скалатронами обзывать будешь, а за Титана ты ответишь. И тут я тоже отступлюсь и скажу, что за меня даже гораздо лучше ответили, чем я сам бы так сделал. Да пошёл ты нахуй! Если тебе не нравится Титан Ченнел, зачем ты про него видео снимаешь? Айпануть? Да, если что, мне 14 лет. Понял, дурак? Хм, мне это не нравится. Мне тоже. Если серьёзными впервые пишет, то человек, который создал видео, блядь. Сука, какой он долбоёб, нахуй. Ты пидор. Пошёл нахуй, Оги. Завали ебало. Иди нахуй, идиот тупой. Тупой хейтер. Как по мне, таких уебанов родителями вообще не воспитаны ни на грамм. Они только целый день дрочат свою блокаду, или в лучшем случае Майнкрафт, забивая хури на своё образование. Зашняя агрессия других особ возрастает в геометрической прогрессии с каждым днём. Вот такое вот поколение деградатов и вырастает. И виноватыми в итоге оказываются не Чада, а исключительно его родители. Хотя, повторюсь, мне на детей абсолютно похуй, так как с таких овощей я ровлю. Это же интернет. Своими угрозами малолетние дебилы смешат весь народ, так как он уже знает, что с народом в реале ничего плохого не произойдёт в реале. Вот так вот мы с вами и живём. В мире полностью населёнными вот этими вот малолетними дебилами. Оставлю ещё отдельно вот этот коммент. От него вы точно проследитесь. Так что заядлым меланхоликам и высокочувствительным людям просьба отойти от экранов. Люди, сегодня на VGD шара станет меньше. У него страшные повреждения кожи руки. Клавиатура сломана. Я не знаю. Титан, он... Его больше не будет, но не то беде. Что делать дальше? Я тоже выйду из ГД. Титан, он герой. Это самая грустная история из тех, которые я слышал когда-либо в своей жизни. Шучу. Это такое же говно собаки, которое вы приблизительно видели выше. Ну и напоследок моя подрубрика «Самые ебанутые комменты». Но перед этим я вам расскажу о школах кандидатов, которые не сумели таки пробить окончательно дыру в своём мозгу. Ты ебанутый, у меня такая же клавиатура. Половина видоса просто псирал Титана без приведения нормальных пруфов. Не, ну аж чё? Чё бы нет? Ты серьёзно, блядь? Какие 15к в месяц? 100 долларов это 5 тысяч рублей. Не очень жаль, но отписка. Он ебан, я заметил спидхак на Ультрасонике, когда последний куб. Какой нахуй последний куб, блядь? Окей, я смотрю тебя и Титана, фанат. А ты, блядь, просто забудь про него нахуй. Просто зачем ты выпустил это разоплачение? Алло, понять не могу. У меня возраст другой. Титан Чанел лучше, чем ты. Попробуй хоть с Ситами и Ультрасоник пройти. Дизлайк. Титан Честный и Крок отлечит тебя. Рофул. Никогда не подумал, что он будет таким. А ещё на Варгака наговаривал. Это капец какой-то Титан Четтер. Я не знал. Ставим дизлайки. Лови диск. Капец ты даун. Земля тебе говно. И это не из-за Титана. Это из-за чего же, блядь? Ну и приз, а точнее поход на 3 буквы, получает это существо. Ребят, я не понимаю, сексуальное это мат или слово 18+. Без комментариев, ребята. Просто без комментариев. А на этом всё. С вами был я, Гота. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и я публично ещё скажу одну вещь. Ого один летсплей. Точнее Владимир Бойко. Огромное тебе спасибо за пиар. Халявный. Реально. Спасибо огромное. И всем пока. Ну и я, пожалуй, жужо пойду смотреть. Субтитры подогнал «Симон»